Всем бобра, дорогие друзья, и хотелось бы теперь от отражения перейти к самой шляпе и её обладателю, и тут я сразу хотел бы с вами посоветоваться. Потому что мне кажется, что вместе мы быстрее придём к истине. В общем, вопрос вот в чём. Всех теней Фредди мы видели с шляпой без полосочки на ней, а шляпа здесь имеет полосочку. Полосочка, конечно, может быть съёмной. Но тогда, почему мы никогда не видели тень Фредди с полосочкой на нём? Почему он никогда её не одевал? Мне кажется это странным. И я вижу несколько вариантов здесь, о них я расскажу и хотелось бы услышать ваше мнение в комментариях. Но вначале поясню, что был только один аниматроник, у которого была такая полосочка на шляпе. Той Фредди. Однако полосочки отличаются у них по цвету и положению относительно основания шляпы. Правда, этому тоже могут быть объяснения, но о них чуть позже. Теперь к вариантам. И вариант номер 0, то что шляпа принадлежит той Фредди. Но это быстро разбивается тем, что, несмотря на то, что у него тоже есть полосочка, у него полосочка другого цвета. Красная против чёрной. Да и надпись «Принадлежит Фазбер Фэймили Дайнер» тоже подсказывает, что этот аниматроник никак не может обладателем быть этой шапки, потому что его не было в Фэймили Дайнер. Следующий вариант. Полосочка на шляпе на самом деле была всегда, но мы её не видели, потому что она, полосочка и она, шляпа, были чёрные. Они сливались, а здесь из-за особой игры света и тени мы видим полосочку на шляпе. Тогда это наш старый добрый аниматроник «Тень Фредди», который, наконец, показал нам свой перечиндал в виде полосочки на шляпе. Правда, мне всё равно кажется, что, по идее, мы должны были бы видеть эту полосочку, особенно когда мы освещаем этого аниматроника, когда он был на камере, но я допускаю этот вариант. Следующий вариант. Полосочки на шляпе не было раньше, и шляпа, которую мы видим здесь, и шляпа, которую мы видели на тени Фредди раньше, разные шляпы. Тогда выходит, что здесь действительно изображён тень Той Фредди. Исходя из этого, у нас три тени аниматроников – Той Фредди, Той Бонни и обычный Фредди. Конечно, возможно, что они ещё и облики могут менять, но я не думаю, что это наш случай. От этого танцуя, можно объяснить отличия на шляпе. Просто шляпа Той Фредди сделана по образу и подобию тени Фредди, просто другого, более подходящего цвета. То есть, они из чёрного поменяли на красный. Но, учитывая фразу «внизу принадлежит Фазбер Фэймили Дайнер», тогда выходит, что тень Той Фредди идёт к нам с самого Фазбер Фэймили Дайнер. То есть, она существовала ещё там. Поясню, что если я называю этого аниматроника «тень Той Фредди», это не значит, что они должны быть похожи друг с другом. Я называю эту тень Той, просто потому, что у неё есть полосочка, не более. Так вот, в соответствии с этой теорией, в Фэймили Дайнер уже была тень Той Фредди, и потом она приехала в ресторан из ФНАФ 2, где, делая Той аниматроников, решили вдохновиться этой тенью и создали её более приятной для детей. Поясню ещё раз, это не значит, что Той Фредди был в Фэймили Дайнер. Это только значит, что тень Той Фредди была в Фэймили Дайнер. И возможно, что тень Той Фредди похожа на нашу Той Фредди только тем, что у неё тоже есть полосочка. Правда, полосочка чёрная, а не красная. Следующий вариант — полосочка на самом деле снимаемая. Тогда тот же вопрос, а почему мы никогда не видели тень Фредди с этой полосочкой? Ну, я допускаю этот вариант, он тоже вполне возможен. Правда, о нём мне как-то особо нечего сказать. Следующий, необычный вариант — это какой-то ещё Фредди, которого мы ещё не видели до этого и не встречали с ним, но который является обладателем такой вот чёрной полосочки и чёрной шляпки. И он таким образом нам себя показывает. Тогда это, скорее всего, является тем самым Фредди, который был в первой пиццерии Фазбер Фэймили Дайнер. Ни тень, ничего такого. Это просто аниматроник, у которого есть шляпа с такой вот полосочкой, который по какой-то причине изображён Скоттом как чёрный, ну потому что у него логотип тоже тёмненький такой. В таком случае, на самом деле, обладатель этой шляпы — самый-самый первый медведь из Фэймили Дайнер. Ну и последний вариант, который мне кажется одним из самых интересных. Эта шляпа — одновременно шляпа той Фредди и аниматроника из самой первой пиццерии. Почему, спросишь ты? Дело в том, что в ресторане Фэймили Дайнер компания использовала Фредди с чёрной полосочкой, ну, которую мы видим на тизере. А потом, когда они переехали в конце концов в ресторан из ФНАФ 2 и решили произвести той аниматроников, они решили использовать старую шляпу, а не создавать новую. И они взяли ту самую шапку из самого первого ресторана. Подумали, что это будет интересной фишкой, но чёрная шляпа не подходила дизайну той аниматроников, поэтому они её чуть-чуть изменили, поменяв цвет и перекрасив шляпу с чёрного на красный, чтобы линия чуть сдвинулась выше. Вот так и могло выйти, что той Фредди получил шляпу, которую использовал когда-то самый-самый первый Фредди. Лично я придерживаюсь последней теории, а какой теории придерживаешься ты? Напиши в комментариях. А на этом всё, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Рассказывайте об этом видео своим друзьям и знакомым. Всем пока-пока-пока. Удачи! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова